Действительно, второй полет, он проходит, наверное, как-то более осознанно, все-таки, тем более сам этап посадки, и все, как это, ну, движения корабля, работа экипажа более так знакома. Какие-то вопросы я уже рассказывал, там, а, то есть, что он уже ожидал, что будет происходить. Ну, и сам, естественно, ощущалось, что немножко, наверное, по-другому, поскольку это были в первом полете одни ощущения, сейчас все более знакомо такое. И была небольшая радость от того, что перед спуском, скажем, погода в Казахстане хорошая, не так, как в прошлый раз, что будут фотографии хорошие, это очень радовало, потому что с первого полета практически ничего не осталось. Вот, и приземлились хорошо, достаточно мягко, как раз между двух маленьких озер, то есть, аккуратно попали на сухую поверхность, вот, никому не создали проблемы этим. Было здорово, и полевой тест, ну, насколько смогли, сколько провели, то есть, начало положили. Внимание! Открываем! Готовы? Все, открываем! Развернули! Развернули! Вот, а потом по показаниям доктор сказал, что хватит, пора лететь домой, мы, соответственно, прекратили все, и убыли на родную землю сюда. Там нужно было вставать, вот, сохранять равновесие, там, пройти по определенному маршруту, вот, что-то мы сделали, что-то нет, но, опять же, состояние такое еще слабое было довольно, вот, сейчас уже намного лучше себя чувствую. Ну, полевой тест выполняли. Ну, я думаю, все-таки организм как-то чудное создание, он запоминает какие-то состояния свои, и очень быстро вспомнил состояние невесомости по прилету, и, я думаю, сейчас тоже в этом плане помогает восстанавливаться очень хорошо. Ну, первый раз, наверное, был немножко, внешний вид был, может, не такой бравый, как сегодня, но на этот раз, во-первых, нас очень долго, мы ждали в аппарате, порядка 40 минут сидели, там все-таки жарко было, вот, и когда нас вытащили, был такой, прям глоток свежего воздуха. Сейчас нас практически сразу вытащили, вот, довольно быстро, вот, ну, и все-таки организм, как я сказал, уже привыкает, и очень быстро воспринимает состояние невесомости, и радуется, что, наконец-то, оно наступило, как притяжение земное, родное. Было в плане грустно, конечно, мы уже привыкли к ПЭГе, привыкли работать с своим экипажем, да, и немножко грустно было оставлять ее там, но это было ее решение о продлении полета, вот, а и собираться, и, да, 25-го числа у нас была большая работа по заработке, замене ложементов, то есть я перетаскивал ложемент, отдавал Федору Николаевичу, ложемент ПЭГе он отдавал на грузовой контейнер, это нужно было сделать очень быстро, поскольку корабль является спасательным средством, и должен быть в минимальном сроке подготовлен к экстренному убытию, поэтому мы быстро загрузили правое кресто грузами, чтобы соблюсти балансировку, он, соответственно, перенес ложемент, все вещи, там, скафандры, шлемофоны, перчатки, там, ну, кента, полностью все, оборудование, вот, спасательное ПЭГе было принесено, к нему, вот, и уже после 25-го числа мы уже официально были готовы работать, я с дома вдвоем, а они втроем. Для меня, наверное, самое такое, ну, не неприятное, может быть, тяжелое, это именно расставание с друзьями, с близкими, вот, долгий период времени, вот, это не хватает, конечно, общения, не хватает, как всегда, свежего воздуха не хватает, леса не хватает, нормальных таких простых земных вещей, вот, а что помогает, помогает, конечно, работа, она загружает, ты не думаешь ни о чем лишнем, постоянно что-то делаешь, вот, выполняешь какие-то задачи, и надеюсь, что они все-таки важны и пригодятся кому-то. Постоянно пытается фотографировать меня, там, просит наши врача это делать, вот, не знаю, я не люблю этим заниматься всем, но ей нравится, я думаю, что она будет продолжать писать свой блог, вот, как-то освещать эти события уже после полетные, рассказывать. Ну, мы всегда возвращаем результаты экспериментов, да, но в этот раз просто в контейнер еще вложили очень много оборудования, чтобы специалисты на Земле могли посмотреть, ну, до большей степени его деградации, как и каждый аппарат, каждый какой-то агрегат провел какой-то период на орбите, да, подвигался всякого воздействия радиации, например, да, и они должны посмотреть, как он изнашивается, то есть, чтобы именно планировать на будущее какие-то работы или какие-то материалы, ну, чтобы понимать полное представление вещей вот об этом всем процессе. Конечно, посмотрят, посмотрят аппаратуру, которую мы вернули, тоже, как деградирует она в условиях космоса, почему отказал тот или иной прибор, вот, это был, допустим, какой-то брак, ну, хотя вряд ли, конечно, да, или отказ произошел из-за того, что именно очень долго агрегат находился на орбите, поэтому привезли довольно много грузов. В этом плане решение мы не принимаем, в каком составе работать. У нас есть программа полета, вот, она, ну, распределена на экипаж, грубо говоря, там, два человека, три человека, независимо, сколько будет на сегменте, вот, у каждой есть своя работа, ну, или какая-то коллективная. Поэтому, если, ну, допустим, руководство Роскосмоса посчитало, да, что на данную программу полета достаточно двух человек, то, в принципе, мы вдвоем работали и справлялись со всеми задачами. Я думаю, изначально немножко неправильная информация, потому что, я думаю, она не могла так написать, что зуб разболелся, поскольку он не болел, просто, да, немножко откололся кусочек пломбы, вот, и чтобы прекратить дальнейшую деградацию такую, этот материал о всех, да, пришлось наложить пломбу, причем врачи посоветовали, дали рекомендации, как это лучше сделать, хотя нас и обучали, но, в любом случае, личное напоминание в этом случае не повредит, правильно? Вот, они рассказали, показали процедуру саму, показали материал, что себе нужно делать, как, да, и вот несколько раз я устанавливаю, ну, это не пломба, скажем так, больше похоже на замазывание трещинки, поэтому, ну, название громко, да, пломба, пломбу установил. Но конкретенцию наших стоматологов я не составлю, конечно. Ну, поломка была серьезная, потому что они назначили экстренный выход, все-таки, но в том плане, что у нас все системы там дублированы, троированы, то есть на работоспособность и жизнеспособность самой станции это не было никак. Да, немножко изменили распорядок работы для американцев, члены экипажа, не добавилась одна работа по помощи, по обеспечению выхода, то есть, когда они уходили, когда возвращались обратно. А в целом ничего такого сложного нет, все процедуры этих действий, они расписаны, вот, каждый знает свои действия, и очень сильно на работу, допустим, экипаж не сказывается. У них, да, это сказалось, потому что они поменяли полностью распорядок в этот день, вот, для нас нет. Я помогал им устанавливать сейфер, вот, это средство спасения, вот, и потом демонтировали его обратно, поскольку одному человеку там неудобно это делать. А так-то я полностью обеспечивал подготовку двух астронавтов, вот, всю эту подготовку предвыходную и после выхода. Я единственное, помог ему установить и снять потом эти сейферы. Всегда, всегда хотелось, я все-таки это очень люблю, Белоруссию, и, кстати, никак не разделяюсь с Россией. Для меня это единая одна земля, один народ. Да, я там родился, там получил образование, мне там все близкие, и мне очень нравится приезжать туда в отпуск, отдыхать там. Да и, конечно, старался по максимуму делать какие-то вот фото, видеоматериалы, хотя, ну, погода, проходы, не всегда это позволили делать. Но, по крайней мере, желание никогда не ослабевало, вот, и я очень рад, что с помощью ваших коллег, вот, получилось, да, показать, может быть, что-то, рассказать, там, ребятам, там, юношам, девушкам о космосе, о полетах, вот, о Белоруссии, как она выглядит сверху. Поэтому, да, мне очень нравится это делать. Желание выйти в открытый космос есть, а ближайшее желание, скажем так, не насчет следующего полета, а когда дочка признает, наконец-то. Даже до сих пор не узнает, плачет, ну, надо подождать, пожить дома хоть чуть-чуть. Вот общались довольно ровно, дружески, потому что все понимают, где мы находимся, что оттуда нельзя уйти, там, хлопотную дверью где-то переждать, потом вернуться. Все равно тебе придется общаться с этими людьми, поэтому никто не доводит свои отношения до конфликтных ситуаций. И в процессе подготовки к полету мы проходим, ну, готовимся в составе условных экипажей, то есть с разными людьми. И ты прекрасно понимаешь, что нужно уметь ладить с каждым. И это, когда совместная работа, такой залог маленького успеха в большом деле. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!